Мы открываем сегодня наше соревнование в дрифинге главного судьи международных армейских игр, генерал-майор Берязев. Главный судья там был гадонок, генерал-майор Медюбок. Главный судья корпуса «Полевая хренья» под полковник Афганом. И главный судья «Страж порядка» под полковник Асмабов выступает. На удаленном доступе у нас в комплекс «Перебрусское кольцо», который проходит в целом школе. И конкурс, который проходит в Монголии. Первый конкурс, который проходит в Страж порядка «Перебрусское кольцо» — это «Полевая хренья» под полковник Афганом. Представляет слово главному судью международных армейских игр, генерал-майор Берязев, Генерал-майор Берязев. Доброе, мудрое, уважаемые коллеги! Мы все знаем, что 3 августа в местном обороне Российской Федерации для армии Сергей Кожевин-Шагов дан стать пятым ювелемием армейских и международных игр. В этом году в Тигре имеют, можно сказать, небывалый масштаб. Принимают участие 39 государств. 223 команды. 223 команды. На территории 10 государств будет проводиться конкурс. Впервые пройдут конкурсы на территории Индии, Узбекистана и Монголии. Нужно отметить, что у нас есть традиционные участники, которые выставляют наибольшее количество команд. Это Белоруссия, 18 команд, Казахстан, 16, Китай, 15 команд, Иран, 13 команд и Венесуэла, 10 команд. Впервые в этом году проводятся 4 конкурса в Саянске марш, который прошел первым этапом в феврале месяце. В соревнованиях горных подразделений в зимних условиях Российская Федерация заняла первое место. Аварийный район, полярная звезда, фонный марафон. Впервые принимают участие 9 государств. Ранее команды не выставляют. Абхазия, Ярдания, Камбоджия, Конго, Куба, Мали, Мазамик, Шерлока, Южная Осетия. Сегодня, одновременно, 3 августа, пришли церемонии открытия на 14 конкурсах. На двух конкурсах начались активные фазы проведения этапов. Это танковое биатлон и Эльбрусское кольцо. На сегодняшний день спланируем начало состязаний на 7 конкурсах и на 4 конкурсах состоится открытие соревнований. Спасибо. Главный судья корпуса контролирует биатлон, генерал-майор Геребов. Добрый утар. Уважаемые коллеги, вчера у нас состоялись первые заезды финалов севернских соревнований с людей, выросло еще женщин. Также первые заезды первой дивизионы и второй дивизионы. Если говорить о танковом биатлоне и нашем традиционном танковом биатлоне, в первом дивизионе лучшее время показал экипаж китайской науто-беспужики и у него получился результат 20 минут 12 секунд. Пока это первые заезды, пока это лучшее время. Во втором дивизионе лучшее время показала команда Лоруса, срока нам будет 50-40. Сегодня у нас 4 заезда, 2 заезда первой дивизиона, 2 заезда второго дивизиона. В 11 часов будет выступать команда экипаж Российской Федерации. Это первые результаты, напоминаю, что у нас три номер команды, это Судан, Афганистан и прибыл у нас команда Судана, Афганистана и Кубы. Эти три команды у нас в дополнительную сейчас подготовку, еще судьи выходят. И с 5-го числа уже команды, которые прибыли у нас вновь, они будут принимать участие в нашей церкви. Спасибо. Главный судья конкурса «Преволюборка» по полку и танкову. Добрый день, дорогие друзья. Конкурс «Преволюборка» начали свое состязание. В рамках открытия конкурса проведен мастер-класс приготовления блюд национальной кухни. Участниками конкурса приготовлено более 200 блюд. Впервые в конкурсе у нас принимает участие Шри-Ланка. И состязание начинается 6-го числа. Это у нас соревнования по «Преволюборке» и «Ардольфе». Спасибо. Сейчас заслушаю удаленный доступ. Попрошу главную судью конкурса «Преволюборка» и «Ардольфе». Слушаем вас. «Преволюборка» и «Ардольфе» и «Ардольфе». «Преволюборка» и «Ардольфе» и «Ардольфе» и «Ардольфе». Судья, полковник Украины. Здравия желаю. Уважаемые коллеги, вчера прошло открытие конкурса. На открытии присутствовало более трех тысяч человек. Были национальные дивные страны. Участник, каждый участник поднимал флаг своего государства. После чего приступили к программе конкурса. Было выполнено две задачи. Первая задача. Индивидуальное лазание. В этом виде программы с незначительным отрывом победила команда Узбекистана. На втором месте Россия. На третьем Казахстан. Четвертая Индия. И пятая Маруга. Вторая задача. Ориентирование на местность в составе подразделения. Здесь победила команда Российской Федерации. На втором месте Узбекистан. Далее Казахстан. Индия. И также Маруга. По сумме новых задач. На первом месте находится команда Российской Федерации. На втором месте Узбекистан. Далее Казахстан. Индия. И Маруга. Сегодня выполняется задача номер три. Настоящий момент уже идет и стартовал лазание в связках. Результаты будут естественно по окончании соревнований. Погода хорошая. Конкурс проводится на сегодняшний день в четвертый раз в рамках международных движений. Ну, так, пришествий пока нет. Спасибо. Конный марафон. В Монголе. Слушаю вас. Добрый день. Акседор Васильевич. Дорогие коллеги. Конный марафон. Стартовал четвертого августа на дневном путемном центре обращенных сил в Монголии. В 6 часов утра по местному арене. Все церемонии открытия беспорядного коммунного парфона Третьего августа в Монголии присутствуют для начальника Генерального штаба вооруженных сил в Монголии, посол и военные отрешения и останок государства в Монголии. Согласно «Черебьевке», командные участники Республики Казахстан в 6 часов утра до 4 амма для Республики Казахстан в 8 часов утра до 4 амма для стартований на дальнюю дистанцию. На данное время, в 15 часов, будет 30. Команда участников Республики Казахстана вперед делили первый и второй участок, то есть 67 километров, и прибыли на третий участок и выполняли задачу. Команда из первых стартов уже прошла первой и вторую точки, а по расстоянию практически свыше десятки метров, и теперь продолжает свой марш. Соревнования проводятся по плану и без предшествий. Командные участники из Монголии и Российской Федерации сейчас готовятся к старту на утро 5 августа. Спасибо за внимание. Ваше большое спасибо и успех. Хочу сказать, уважаемые коллеги, что первая дистанция, 130 километров, это ходный марафон, 130 километров, это будет пройти на побережье в подключенном месте. Уважаемые коллеги, на это время нас заканчивали.